В этом году наша страна отметит 31-ю годовщину независимости. Знаковые мероприятия на местах пройдут под лозунгом «Янгюзбекистонда эль-Азиз инсон-Азиз». Суверенное государство за эти годы достигло больших перемен. Реформы коснулись каждую отрасль и дошли до самых отдаленных регионов. Особенно в последние годы положительные изменения можно увидеть в сфере здравоохранения. В частности, немало работ проделано в центральной больнице города Смаканда. За минувшие пять лет достигнуты значительные результаты в области охраны здоровья населения, приближения первичной медицины к народу, раннего выявления заболеваний среди населения, их лечения, формирования здорового образа жизни. В кафедрах Самаркандского государственного медицинского университета работают квалифицированные и опытные профессора с большим научным потенциалом. Благодаря многолетнему стажу работы и глубоким знаниям наших медиков в отделениях нейрохирургии, эндохирургии проводятся сложные операции. Вместе с тем из-за рубежа приглашаются лучшие врачи, которые проводят узбекским коллегам мастер-классы, совместно выполняют высокотехнологичные хирургические вмешательства, проводятся разные виды операций. Сейчас основной упор делается на развитие эстетической хирургии. Это оперативные вмешательства, выполняемые с использованием оптических приборов, специальных инструментов и шовного материала. Еще одной важной новостью является то, что в нашей больнице начали проводить операции по трансплантации почки. Впереди еще много планов. Осуществляется дальнейшее укрепление материально-технической базы центральной больницы Самарканда, установка нового современного оборудования, точная диагностика заболеваний, эффективное лечение и укрепление здоровья населения. Например, недавняя поставка в больницу оборудования для компьютерной томографии за счет средств местного бюджета в размере 3 миллиардов сумм создает широкие возможности для медицинских работников и пациентов. Все мы знаем, что в последние 4-5 лет в сфере медицины произошло очень много изменений. Улучшается материально-техническая база медучреждений, завозится самое современное дорогостоящее оборудование. В Самаркандском медобъединении поставлен цифровой рентгеноаппарат. В двух поликлиниках города два аппарата рентгенографии и маммографии японского производства. В истории областной медицины это впервые. Основной прирост онкопатологии приходится на женщин в возрасте от 35 лет и выше. Рентгеномомографический аппарат установлен с целью выявления патологии на ранних стадиях. Нас радует и тот факт, что теперь у нас МСКТ мультиспиральный компьютерный томограф. Во время пандемии многие наши горожане, жители области, обращались в частные клиники, чтобы сделать рентген легких. Теперь такие возможности есть и в нашей больнице. Гульнара Джасимова много лет страдает сердечными заболеваниями. Благодаря внедрению нового современного аппарата в отделение кардиологии, обследующие ее врачи могут поставить точный диагноз, назначить эффективное лечение. Я постоянно чувствовала боли в ногах, руках, часто беспокоила сердце. Сейчас, слава богу, все хорошо. Меня полностью обследовали. Если раньше, чтобы сделать анализы или сделать МСКТ, нас направляли в другие клиники, то сегодня все, как говорится, под рукой. Особое внимание уделено области эндокринологии. В одной многопрофильной центральной поликлинике и 12 семейных поликлиниках при городском медобъединении организованы кабинеты врачей-эндокринологов со всеми условиями для обследования больных. Необходимыми реактивами для определения количества сахара в крови обеспечены и лаборатории этих медучреждений. Для эффективного лечения эндокринологических заболеваний создана возможность проведения сложных оперативных вмешательств в самой больнице. С этой целью налажено сотрудничество с зарубежными клиниками и проводится обучение специалистов. Сегодня в медицине Узбекистана началась новая эпоха. Основная цель – охрана здоровья граждан, обеспечение их права на получение качественных медицинских услуг, создание здоровой среды. А это одна из важнейших и благородных целей, стоящих сегодня перед Узбекистаном.